Всем доброго времени субтитры, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Демастер, и сегодня мы вместе с вами, ребятки, продолжим играть в Майнкрафт Скайгрид на сервере Кристалликс, и это уже у нас, ребятки, пятая серия, пятая серия, сегодня мы уже с вами доделаем зачарование, я думаю, у нас, в принципе, всё получится с вами, всё у нас с вами получится. Так, что же нам понадобится? Нам понадобится скрафтить сейчас книжные полки, 16 штук, 14 поршней, давайте же начнём с книжных полок, потому что достаточно просто, я, кстати, лоханулся, я что-то неправильно читал, мне казалось, почему-то, что нужно 6 книг, а тут, оказывается, нужно по 3 книги, я просто заглянул в крафт, и я реально уже не помню, как крафтятся книжные полки, ну, моя ошибка, моя ошибка, ребят, что поделать. Так, крафтим 8 книжных полок, нужно ещё, ещё столько же, блин, мне кажется, у меня просто книг не хватит, но если что, потом докинем, это неважно, можно будет схему, потом нужно что-то доработать. Так, нужно больше, больше, больше досок сейчас, сделаем больше досок, больше книжек, всё, 14 книжных полок, ну, на первое время хватит. Теперь нужно сделать поршни, 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 в принципе, поршни у нас скрафтится не так уж сложно, если вы помните, где у нас редстоуна, редстоуна у нас вообще мало. Очень мало, а, вот, нашёл. Рисованно у нас нормально. Моя ошибка, ребят, моя ошибка, я думал, что у нас мало редстоуна, давайте же сделаем здесь несколько поршней, нам нужны 14 штук, как я уже говорил. Так, не хватает у меня пока досок, давайте сделаем больше досок, ну, ладно, давайте пока сделаем вот так вот, 5 поршней сейчас скрафтим. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, хорошо, и булыжника, булыжник из двух сторон, там вот так просто сделаем, чтобы по-быстренькому. Так, 5 поршней есть, у нас с вами нет слаймов, нужно будет купить слаймы, я не знаю, даже где деньги достать, может быть, стоит булыжник продавать или что-нибудь продавать в магазин, прямо на спавне. Ну, что-нибудь продадим, наверное, что-то продадим, потому что другого выбора у нас просто нет, нужно будет что-то продавать обязательно. Так, я сейчас сделаю специальный сундук, наверное, в который буду кидать всё, что мне понадобится для сегодняшнего крафта. Вот тут сбоку его пока поставлю, думаю, здесь не будет никому мешаться. Поршни сюда скину, а это сюда скину, рестон, сюда скину, булыжник, они тут зачем-то от скина роста инвентарь засоряют, зачем? Спасибо, чувак, что, конечно, на стене бы сделал ферму их, это нам будет чем понадобиться, будем зельки крафтить, естественно. Вот, давайте же слетаем теперь на спавн, посмотрим, что я смогу продать, потому что кожа у меня есть, кожа у меня есть, всё у меня есть, я не знаю, что у меня совсем остальное. А, ну, может быть, адские наросты как раз-таки можно продавать, посмотрим. Что мы можем продать? Мы можем продать булыжник, мы можем продать песок, ну, песка у нас не так много, дерево, можем продать землю, ну, землю, блин. Что же, что же продать-то можно такое, 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 вот адские наросты, 32 штуки за 4 бакса, то есть нам нужно продать стак адских наростов, чтобы мы могли купить 16 слаймов. В принципе, 16 слаймов нам будет вполне достаточно, давайте тогда портимся, портимся на спавн, о, не на спавн, а на свой дом, с гэхом, посмотрим, что у нас ещё есть такого на продажу. Ну, адские наросты, да, понятное дело, что это выгодное дело, где у нас эти адские наросты? У нас их вообще нет, походу, сколько у нас адских наростов, Сеня? 36, ну, окей, половину, половину, скажем так, ну, сейчас мы всё это продадим, и наполовину денег у нас хватит. У меня будет 4 доллара, нужно будет ещё 4 доллара. Окей, давайте продадим адские наросты. Ага, продаём, всё, у нас есть 4 доллара, в общем-то в балансе написано, что 1, страшно, это баг, язык чисто визуальный. Так, остальные адские наросты скинут, а, о, я их продал, они мне почему-то остались. А, я админ, я понял, мне нужно выкинуть, о, боже, каргон, не мог это нормально настроить. Короче, я, видимо, когда продаю их, они у меня всё равно остаются. А сколько мы их продали? 32 штуки, да, значит, я должен выкинуть. А-а-а, вот эти 32 штуки в пропасть. Они с себя в пропасть упали, ну, не ладно, ну, ну, не важно. Короче, из-за того, что я админ, я теперь не могу нормально шопом, оказывается, пользоваться, это не круто. Это не круто. Это не классно. Ну, ладно, 4 бакса у меня вроде появилось. Всяк написано, что в балансе 1 единица. Так, ну, слаймы потом сделаем, слаймовые поршни, хотя они у нас являются основой. Давайте тогда сделаем то, на что у нас пока хватает ресурсов. Нам нужно булыжник переплавить в камень. Переплавим сразу же, наверное, стак булыжника. Ну, или там, сколько там их тут, 40 штук, нам этого будет вполне достаточно. А, вот уже есть переплавленный, давайте его возьмём. Почему бы нет, воспользуемся тем, что уже есть. Также нужно будет нам скрафтить сейчас эстоновские поршни, ребятки. Это, в принципе, сделать не... Ой, поршни, торчи, торчи. Эстонские поршни. Вы этого не слышали. Эстонские поршни. Так, 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 так. Где у нас дерево? Делаем мы с вами палочки, крафтим мы с вами торчи. Они нам всё равно в любом случае понадобятся. Ну, не знаю, столько много штук нам, наверное, не пригодится. Им нужно будет сейчас скрафтить репитеры и компараторы. Компараторов нам понадобится вроде бы штук 6. То есть нам их нужно будет немного. Раз, два, три, четыре. А, ну, в принципе, да, эстонских факелов можно было сразу же больше крафтить. Я вот что-то пожалел. В итоге мне только на пять хватит сейчас. И что-то нам ещё нужно эстон вроде, да, в центр. Не-не-не-не, нужно вспомнить, что нам нужно этот чёртов компаратор. А, кварц, кварц, кварц. Как раз таки кварц. Блин, я его весь... Я не взял с собой кварц. Блин, надо взять весь кварц с собой. Это же компаратор. Когда забыл все крафты. Когда не играл в обычный survival майнкрафт миллион лет, ребята, и забыл все крафты. Вот плюс тех людей, которые играют... Блин, а где дерево-то всё? У нас дерева просто нет. Никто дерево, видимо, не рубит. Все дерево только израсходуют. Так, я так понял. Дерева просто нет на базе. Куда всё дерево делось? Просто капец. Приходётся, видимо, делать свою древоферму. Я не знаю. Потому что дерева просто не хватает. Она растёт, говорит Сеня Брик. Ну, блин, оно должно было... Его должно было хватить надолго. Ладно, израсходую последний... Типа, последнее дерево, которое у нас есть. Так. Ну, в принципе, ладно. Пока не будем. Пока у нас, в принципе, всего хватает. Используем здесь рассон. Получаем ещё торчи. Делаем ровно по 6 штук с каждой стороны. Можно вот так вот сделать. Просто вот таким вот образом. Это, в принципе, не сложно. Так. 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 Ну, 10 штук. Мы всё равно скрафтим 5. Так. Сюда кладём кварц. И сюда снизу кладём булыжник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нам больше компараторов, в принципе, для этой схемы не понадобится. Дальше нам нужно будет сделать обычные эти... Повторепитеры. Их тоже нужно будет 6. 6. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, ровно 6 штук. Но они, конечно, делаются немного дешевле, чем компараторы. Тоже 6 штук крафтим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Возможно, их нужно будет больше или меньше. Я просто сейчас на память пытаюсь вспомнить, как эта вся схема выглядит. Поэтому, если я что-то неправильно посчитал, то, конечно, сори. Но, вроде бы, так всё есть. То есть, ничего такого сложного здесь нет. Так. Берём железо. Берём дерево. И дальше продолжаем крафтить с вами поршни. Ребята, в принципе, вот так вот. Хоп. Хоп. Редстоун. Что-то у нас заканчивается немного. Ладно, ничего страшного. Здесь сверху дерево. Здесь булыжник. Так. Бац. Всё. Так. Нужно больше, больше, больше Редстоуна. Где у нас Редстоун? Редстоун начинает уже заканчиваться. Ну, понятно. Много разных вещей крафтим из этого с помощью этого Редстоуна. Понятное дело, что он постепенно заканчивается. Так. Ну, что ж. Делаем ещё поршни. У нас есть ещё 8 штук. К нашим 5. Того получается уже 13. В принципе, неплохо. Также нам нужен слайм. Нужны деньги. Нужны адский нарост. Они пока там... Тем временем у нас, ребятки, с вами растут. Это всё очень хорошо, что они вырастают. Это прямо отличненько, я бы даже сказал. Интересно, можно ли продавать снег на спаун? Может, там можно снег продавать? Если снег продавать можно, то его можно изи фармить. Там даже, не знаю, стак за 0.5 или за 0.1. Было бы неплохо. Поставил бы Сеню на сутки фармить снег. Так. Посмотрим. Посмотрим, это было бы слишком жёстко. Мне кажется, снег нельзя всё-таки продавать. И вот свинину жаль, что нельзя продавать. Свинину вообще жаль, что нельзя продавать. Потому что у нас очень много этой свинины. Не, снежные... А, не снежные блоки, кажется, можно. 32 блока снега за 1 доллар. Всё, Сеня, фарми снег. Нам нужно 2 стака снежных блоков. Давай, Сеня, поехал. 2 стака снежных блоков с тебя. Братан. И это неудобно. Удобно, Сеня, удобно. Фарми снег. Всё. Ха! Запряг, пацана. А, у нас уже есть полстака. Легче на росты. Ну, на росты делай заодно и снег. Давай, Сеня, приступай, приступай. Работай. Дэнни Донхо с собой возьми. Вот, ты дал 58 снега, да, смотрю-ка. Ещё 29 взял. Смотри, ещё осталось всего лишь полстака. Полстака где-то. Полстака 40 снежных блоков. Давай, 41 снежный блок и всё отлично. Я тебя прощаю за все твои грехи, братан. Так, ну, кварцевые штучки нам, наверное, больше не падают. Скину их сюда. Так, ну, а пока из булыжника примерно начнём строить схему. Вообще, нам бы грязь, землю. Вот, я думаю, почему землю взял в инвентарь? Для того, чтобы вот сейчас здесь построить ещё вот такую вот тему. Потому что всё равно у нас самый нижний блок это земля. Можно было бы, конечно, из булыжника всё делать. Но мы делаем из земли, потому что так удобнее. Земелька, она под ногами как бы такая более приятная, чем булыжник. На него булыжник уже ходить мы ходим-то. Смотрите, я вообще в сланцах хожу. У меня, вон, видите, сланцы на скине. Вот, поэтому как бы мне по булыжнику в сланцах не очень будет приятно ходить. Хотя, наверное, вообще пофиг будет. Это же персонаж в Майнкрафте. Он не жалуется. Он делает всё, что угодно. Он и по ладе пойдёт в этих сланцах. Да, ему только зелье огнеупорности. Так, окей. Компаратор у нас будет стоять здесь. Вот таким вот образом. Да, здесь ещё вот так вот будет блок идти. Здесь уже будут стоять репитеры. Здесь должны быть слаймовые поршни. Да, в общем, я примерно схему всю помню. С этой стороны, естественно, будет всё точно так же. А, также нам ещё нужно будет скрафтить две рамки. Две рамки, две рамки. Как у нас скрафтятся рамки. Вроде нам нужна кожа. А куда делась кожа? Куда делась кожа, которую я покупал? Я в прошлой серии покупал кожу. И я не знаю, куда она... А, вот она делась. Она никуда не делась. Она здесь лежит. Также здесь лежали палки. Я мог бы так не переделывать дерево в палки. Я не знал, что они здесь лежат. Моя ошибка. И нужно вроде бы сделать так вот. Раз, два и раз, два. Да, нам нужно два айтем фрейма. Ну, рамочки, естественно. И ставим их вот сюда вот. Раз и два. Так, зачем это всё? Если вы ещё не поняли, то вы обязательно поймёте. Спаван и продаю весь снег. Продаю все снежные блоки, которые у меня есть. Естественно, они мне не продадутся. Ну, как не продадутся? Не продадутся, но они не исчезнут из занитаря, к сожалению. Sell, sell. Да, боже, не стойте перед экраном. Да не продать, я сейчас тебя забаню, чувак. Всё, продал все снежные блоки. Теперь я могу... У меня, в принципе, должно быть 4 доллара. Куплю, пожалуй... Вот не делайте так, как делает этот парень. Он просто не понимает, что он мешает играть таким образом. Всё, покупаем 16 слизи. Всё, и телепортируемся на SG Home. SG Home. Хорошо. Всё, у нас ещё написано. You don't have 8... А-а-а-а... Я по-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-оо-о-о-о-о-оо... Я всё это время не продавал, короче, вещи. Кажется, все те наросты адские я выкинул. Короче, зря я гнал на каргон. О, нифига себе, там что-то такое мне показалось. Показалось, видимо. Видимо, я до этого не продавал эти снежные блоки. А почему я не могу их продать? Лол, почему я не могу их продать? Sell, да. Как подтвердить? А, вот. You have sold. А, ПКМ. ПКМ нужно было нажимать. Боже, то есть, получается... Вот я дурак. Я просто адский нарост и выкинул в пропасть. Ребята, короче, вы этого не видели. Надо найти. Может, они еще не исчезли. Может, они там еще не исчезли, а они уже исчезли. Слышь, сегодня есть адский нарост, а? Есть две штуки, а? Есть? Скид еще есть, я посмотрю. Так, 32. Отлично, отлично, отлично. Ну, короче, небольшой фейл от меня такой, ребятки. Вы ничего не видели. Я нужно было нажимать правую кнопку мыши, а не левую. Я просто думал, что неважно, на какую мышку ты нажимаешь, левую или правую, и оно продается, но... Типа, там он спрашивал, продать? Продать? А я только думал, что продано. Все, нормально все отображается, нормально все продается, и я, короче, был мудаком просто. Все, слаймовые эти я купил шарики. Все, слэш SGH Home. У нас есть слаймовые шарички. Берем наши поршни и объединяем наши поршни с слаймами. Получается, липкие пистоны, липкие поршни. Как же мы будем здесь их ставить? Так, как же мы будем здесь их ставить? Здесь у нас будет вроде книжная полка. Здесь у нас тоже будут таким вот образом книжные полки. И вот тут они будут таким вот образом. Да, то есть, значит, у нас поршни будут вот в этом ряду вот так вот стоять. Так, сейчас я убираю грязь. Это просто я для себя делал. Поршни должны стоять вот так вот. Раз, два, три. Раз, два, три и... четыре. Вот таким вот образом. Так, и здесь, соответственно, точно так же. Раз, два, три. Раз, два, три. Нам не хватает одного поршня. Не хватило нам одного поршня. Сейчас я его докрафчу. Докрафчу этот один поршень, который на мне не хватило. Так, редстоун. Дерево, 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 дерево. Доски есть? О, в принципе, хватит. В принципе, вроде бы все хватает. Вроде бы разные доски можно для этого использовать, если мне память не изменяет. Все, поршни скрафтили. Так, где у нас слаймики? Слаймики у нас тут. Все, крафтим еще один. Все, с поршнями мы закончили, ребятки. С поршнями мы закончили. Смотрите-ка. Вот сюда вот еще один поршень ставим, соответственно. Все, теперь крафтим. А, у нас книжные полки уже скрафчены. Вот эти вот будут у нас неподвижные. Сюда. И вот сюда. Вот эти две, вот эти два блока будут неподвижными. А вот эти книжные полки будут здесь вот таким вот образом все поставлены. Так, смотрите, наша схема уже начинает В принципе, превращаться во что-то Более-менее годное Берем два вот этих меча Ставим их в наши айтем фреймы Наши рамочки, вот таким вот образом Они прокручиваются, в принципе, по часовой стрелке Вы, надеюсь, сами знаете, что так это работает Так, пожрать нужно еды Отлично, похавал Так, теперь я возьму Компараторы И репитеры Компараторы у нас будут стоять Блин, они у нас будут стоять Вроде бы вот таким вот образом У нас будут стоять компараторы Здесь в нашей схеме, блин, нужно какую-то грязь поставить Чтобы здесь подниматься, вообще нужно было бы коврик здесь сделать И здесь тоже будут компараторы Стоять вот таким вот образом Дальше у нас здесь будут репитеры Репитеры будут стоять Вот так вот, и с той стороны Соответственно, также, раз, два, три Вроде бы я все делаю правильным Я, конечно, не уверен Я могу ошибаться, я могу забыть Уже, как это делается, но вроде бы Так, здесь, кстати, должен стоять тоже блок И с той стороны тоже должен стоять блок Там уже стоит блок Снизу мы срубим Вот, и дальше Дальше, 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 я должен здесь пустить Как раз таки весь этот Redstone Так, ну тут вроде все очень просто Ставим блоки вот так вот Потом ставим блоки вот так вот Здесь пускаем Redstone Соответственно, вот таким вот образом Потом сюда его пускаем, он соединяется Он не должен соединяться, соответственно Чтобы цепь у нас не замыкалась Мы то есть сверху должны проложить Вот таким вот образом Еще был лыжничек вроде бы так И сюда вот вроде да еще Вроде бы так Вроде бы так нужно проверить Теперь работает ли это дерьмо вообще или нет Да 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 работает 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 Боже оно работает Боже не совсем отсох у меня мозг Я конечно делаю очень простую схему Но когда ты не занимался Ростовом миллиард лет То конечно же даже простая схема Может вызвать у тебя вопрос Будет ли это дерьмо вообще работать Вот так вот так это сюда мы ставим Здесь соответственно нужно Как я уже и сказал разорвать Ну чтобы она не соединялась в цепь Чтобы у нас ровно на каждый поворот меча Все нормально срабатывало И все вроде бы теперь Да теперь у нас нужно поставить только 2 книжных полочки И все будет работать Я потом конечно сделаю здесь еще рычаг Который будет сразу же на максимальный уровень Все ставить и сбрасывать потом О боже да да Очень простая схема У меня нет ничего сложного Но зато у нас теперь есть механическое зачарование Которое позволяет зачаровывать и на первый уровень И на Ну в общем на любой уровень в майнкрафте Как видите это очень удобно То есть как я и сказал Можно зачаровывать и на первый уровень И на второй И на третий И на миллионы И на тридцатый Ну конечно же на миллионы нельзя Но схема ребятки работает Схема работает И как я и обещал На этом наверное я закончу данную серию Конечно можно будет визуально Потом сделать все покрасивее Но пока что Этой схемы будет достаточно Конечно Я строил эту схему еще в 2014 году И возможно за все это время Придумали более компактные схемы Но я помнил именно эту схему Я помнил именно эту схему Поэтому именно этой схемой Я и воспользовался Вот Ну а на этом все дорогие друзья С вами был Демастер Спасибо за просмотр Также были Дэнни Донг и Синя Брик Которые мне как видите Помогают на нашем совместном острове В следующей серии В шестой серии Я возьму Кого-нибудь еще новенького на острове Как я и сказал Наверное будет девочка какая-нибудь Вот Но А мы с вами увидимся Ребята Через три дня Примерно да Через три дня Вот Ну там через два-три дня Обычно я говорю через три Но это может быть и два дня Не знаю Вот Ну а с вами был Демастер Всем удачки И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok